приветствую всех фанатов вселенной вархаммер ну что у нас сегодня такое своеобразное живое включение и я бы хотел поговорить о том какая миниатюра примарха окажется следующей и кандидатов на мой взгляд всего 4 пока опять же скажу что это мое личное мнение да то есть вполне может быть что оно окажется неправильным да это мои домыслы но я думаю что из четверки примархов которые ну скажем так следующим менять да давайте начнем с того что последний релиз примарха последний релиз миниатюры примарха вархаммер 40000 до в настольной игре состоялся достаточно давно соответственно следующий примарх должен быть уже в общем на подходе и на мой взгляд есть четыре варианта это фулгрим это ангрон это лев если брать лояло и это рус ну собственно понятно среди если как бы спросить мое мнение какого примарха я жду больше всего это естественно фулгрима но я думаю опять же почему все эти почему именно четыре таких примарха но фулгрим понятно потому что на протяжении всего этого года и даже в конце предыдущего если мне не изменяет память ходили слухи о том что дети императора выйдут в конце этого года в начале следующего то зимой но пока их что-то не видно что достаточно печальная и опять же не были определенные надежды когда вышел кодекс гедонистов слонеша для edge of sigmar я думаю что вот собственно это такая первая ласточка того будущего релиза детей императора warhammer 40000 поскольку идет обновление демонов мы получили обновление обновленную модель кипера сикеров вот и в общем то почему под них опять же не выпустить температуром но с этими релизами пока достаточно глухо то есть мы не получили пока новых миниатюр то сюда и не получили пока даже каких-либо известия выходе эти императоры выходе кодекса вот но на горизонте появились слухи о том что возможно в октябре ноябре этого месяца выйдут космические волки в вместе с нам вместе с орками и возможно это будет армагеддон армагеддон это что армагеддон это в том числе и ангрон ангрон достаточно давно и как ангрон любит тусоваться на армагеддоне вот и вполне мы можем его увидеть следующем релизе благо того благо что берсаки и ангрон как говорят по слухам уже давно в общем то готовы опять же все слухи которые броют в интернете в действительности все может быть вообще не так вот но как вариант того что если действительно будут космические волки и орки и будет какая-то завязка на армагеддоне потому что благо то могут и сестры выйти под них вроде как но они выходят в ноябре плюс обещает отдельный кодекс под черных храмовников это опять же может быть армагеддон до этом какие-то новые миниатюры тоже этих сходят слухи об этом то почему бы нет опять же если это будут волки то под них может выйти и рус почему бы нет там говорят вроде бы выйдет обновленная модель рагнара да но и ждем почему под этот скажем компейн не могут выпустить и русу хотя в общем то он не самая сейчас удачная на мой взгляд миниатюра приморха для текущего релиза но тем не менее все может быть вот но вообще мне было бы интереснее конечно если вышел бы лев потому что лев составил бы такой определенную конкуренцию жили вот и составил бы даже очень интересную конкуренцию желимана поскольку проснувшийся лев бы немножко офигел от того что творится вокруг сказал бы ребята вы что творите и почему какой-то желиман в общем-то поднял под себя почти весь империум сейчас и командует в империум его приморисы внедрились можно сказать во все легионы что такое происходит и вот действительно вот эта завязка сюжета на таком может быть сначала не явным противостояние льва потом явным противостояние было бы очень интересно но опять же если смотреть по скажем по логике релизов то получается у нас перевес сейчас демонических приморхов то есть два против одного соответственно магнус и мартарион против жили и по идее следующем должен быть лояльный пример чтобы уравновесить ну если так смотреть по логике но это опять же то либо лев с которым можно замутить очень классный кампейн и вот честно там недавно вышла новость что в вайдворфе будет какой-то индекс дарков но это честно говоря я думаю просто такая отписка перед каким-то глобальным кампейнам и масштабным обновлением дарков на потому что для такого легиона делать индекс вайдворфе где сделали индекс для тех же кровавых воронов как-то несопоставим уровень если честно легиона и уровень релиза но мне так кажется почему-то на мой взгляд что все-таки к сожалению фулгрима они отодвинут в сторонку и сделают либо реально руса под может быть какое-то обновление космических волков и армагеддон либо ангроны либо может быть они будут вместе грон ну как бы парный релиз соответственно рус первым будет как лояльный примор чтобы равновесить количество лояльных приморхов и демонических а за ним уже будет ангрон потому что если честно что то я не думаю что следующим будет фулгрим хотя очень хочется на самом деле и слухи вроде были о том что он выходит зимой но пока как-то дело к этому не движется а жаль было очень прикольно если бы его все-таки ввели в игру отдельным кодексом конечно но это понятно что будут отдельный кодекс и у пожирателей миров и у детей императора по примеру гвардии смерти и тысячи сынов опять же детям императорам будут нужны но из и именные отряды по типу тех же фениксов но пожирателям те же бутчера и берсерки конечно куда же без них уже модели берсерков настолько старое что но все-таки их пора как-то обновить это уж совсем неприлично вот но так покажет время что там будет но на сегодня все напишите в комментариях если понравился данный ролик о том какой по вашему мнению приморах будет следующий но на сегодня все до новых встреч пока пока